Выступление Путина на G20, наверное, там хотя бы читали какие-то тезисы, он утверждает, это у них теперь официальная позиция, что на них напали, что их вынудили, что они пострадавшая сторона в этом смысле, ну и очень много реверанса в сторону Индии, в сторону Китая и так далее. Его желание выстроить вот эту вот другую, якобы противоположную ось, оно наблюдается все чаще и чаще. Не, ну, а у него, во-первых, и безвыходная ситуация, а с кем ему еще коммуницировать, так сказать, с Забадом, он персонон Грата, преступник, а с Индией и Китаем, да, надежда у него есть, но я считаю, что она тщетная, во всяком случае с Индией, это в конечном итоге тоже Индия очень меркантильна, прагматична, к этому подходит. Китай свою игру ведет, он сам претендует на первенство, и Москва ему нужна как инструмент, как такой прокси, за который не надо отвечать и точно не надо помогать и тратить, и расходовать на это свои ресурсы, это точно. Ну, а Индия там прагматичный подход. Что касается, на нас напали, но он уже какое-то время это озвучивает, он же не говорит, на нас хотели напасть, как раньше, они говорили еще в прошлом году, в этом году он уже говорит, на нас напали. Ну, понятно, что нормальное сознание нормального человека просто отказывается, ну, просто отказывается понять, что под этим имеется в виду, как реальность можно вот таким образом преобразить, чтобы утверждать совершенно на белое и черное, и говорить, ну, как же вы не понимаете, не видите, это же черное. Потому что как на вас напали, и начинается поток какой-то, знаете, этого мерцающего сознания, где там рассказывается про Донбасс, 8 лет бомбили Бонбасс, потом начинается про какие-то там гонения. Невозможно понять, куда напали, в какой момент, потом про расширение НАТО, про то, что обещали, что НАТО на восток на обеде, после рюмки, значит, Горбачёва обещают, что не будет расширение. Ну, вот такой вот, понимаете, конспирологический бред, который, ну, как бы его с реальностью, он никак не компонуется. Не компонуется, и поэтому они будут это нести, потому что, ну, как, во-первых, это нужно на Запад продавать. Уже говорить о том, что мы тут строим Великую Империю, там, то ли Моголов, то ли Орды, то ли непонятно кого, значит, там, от океана до океана, ну, это как-то явно, так сказать, не очень было бы воспринято. А вот такой же нас обидели, и мы обиделись, ну, это же мы видели. Кстати, Гитлер точно так же говорил, на нас хотели напасть. Ну, по этому поводу целый концепт существует, что Сталин действительно хотел напасть. Ну, там другая ситуация была. Там Сталин действительно рано или поздно бы напал. У него пятимиллионная армия была, он готовился к этому нападению, но он до конца не понимал, как и что. Сталинание было неизбежно, он не был к нему готов в 41-м году. А это другой вопрос. Они там думали, где-нибудь, там, в году 45-м, 44-м, напасть на Германию. А вот. Но это другой вопрос. Но любые такого рода диктаторы, узурпаторы, они всегда ссылаются на некую опасность, которая им грозит, и которую они предвосхитили, опередили и так далее. Я вам скажу так, вот, всё больше я склоняюсь к тому, что, ну, как бы, мы дождёмся, мы увидим смерть Путина, вы понимаете? Мы будем свидетелями этого всего. Хотя бы как можно раньше. Ну, я тоже хочу, но я тоже хочу, но я всё равно не схожу, это меня мысль успокаивает, что я ещё на своём веку, ну, может быть, из-за чистого возраста, может быть, потому что я крепче, у меня таких нервяков, хотя я и так нервную жизнь веду, но я всё равно увижу это. Он не увидит. А я, Путин, не увидит вот этого всего своего разворачивающегося глобального масштаба. Поздно. Если бы ему 40 было лет, ну, да, это можно было опасаться. Но всё-таки на восьмом десятке при вот всём том наборе, который его сопровождает, ему этого запаса прочности не хватит. Знаете, как в анекдоте? Собака упала, бензин кончился, как сказал Штирлиц. Так и тут. Бензин кончится. Понимаете, он выдохнется. Потому что для того, чтобы вот такие планы строить, масштабнейшие, да, туда пойдём, сюда пойдём, мы тут, значит, защищаемся, но так защищаемся, что камни на камни оставим, как раньше поговорка была, борцы за мир не оставят, камни на камни. Мне кажется, не хватит этого. Ну, нету этого энергии, нету этого вдохновения. Ну, да, вспомню, мировых диктаторов вроде Гитлера или Наполеона, они были несравнимо молодые люди вообще-то. Они были, во-первых, молодые, там, потом, смотрите как, они же были реально военные, это были люди с доблестью, вот, ну, про Наполеона говорить нечего, он был артиллеристом, извините меня, он в боях принимал участие, он прошёл до своего генеральского жезла, он, так сказать, был реально, реально офицером. Да ещё из такой семьи, понимаете, корсики, сложный такой конгломерат. Это тоже, понимаете, Гитлер, скотина-скотина, а всё-таки в Первую мировую и химии пострадал, и в госпиталях лежал, и крест получил, и как бы воевал. То есть, эти люди понимали, что такое война. Им сопутствовал успех ещё и потому, что всё-таки они осознавали, что из себя война представляет. Путин же, он же, ну, как вам сказать, он же, ну, такой, тепличный, понимаете, тепличный. Поэтому таким не будет сопутствовать удача в принципе. Она невозможна, потому что этот человек сам собой не являет пример такого, значит, лидера нации, который готов, значит, сам стоит на, сидит, стоит на бруствере, как Гитлер смотрит в бинокль, он на фронт ездил, в отличие от Сталина, или тот же сидящий на барабане и смотрящий на горящую Москву Наполеона. Не читал он им, нет этого масштаба, понимаете. Ещё есть объективные вещи, Марк, ну, кроме его возраста и, так сказать, его психофизического строя. Говорят аналитики, немецкие вообще западные аналитики, что если бы даже сейчас теоретически Россия прекратила, вот просто вдруг что-то случилось, она прекратила, то она свой потенциал военный должна была бы восстанавливать лет 10-15, как минимум. Поэтому, вот когда говорят, что он нападёт на НАТО или ещё кто-то, мне хочется спросить, а с чем нападёт-то? Как он будет воевать? Потому что на самом деле там Китай в это не полезет. Зачем ему своего потенциального соперника вооружать, чтобы он пошёл в сторону Китая? Ну, потому что дядюшкинсон, он может пойти в любую сторону, если он сошёл с ума. А в Северной Корее ничего такого нет, понимаете? Кроме старого советского вооружения. Поэтому тоже вот тут проблематично. У них нет ресурса такого военного. Нет, так они же говорят в этом докладе, эти двое немецких экспертов, они же говорят 6-10 лет, только восстановится. А давайте прибавим. Ну, хорошо, по максимуму 10 лет. То есть Путину 81. Ну, охренительно. Ну, нет, я всё допускаю, что страна с таким маразматиком уже, да, 81-летним, который сидит уже к тому моменту, будет так, ну, почитай, наверное, лет эдак 35, да? Вот она бросится вот так подыхать вся в столкновении с НАТО. Но мы приблизительно представляем, чем это закончится. Тем более, что НАТО уже собирается восстанавливать полностью свой потенциал военный, который был в период холодного войны. А он был невероятно высоким. Это был гигантский по тем временам потенциал. Слушайте, там 500-тысячная армия стояла в Европе. А сейчас она там 60 еле насчитывала. Ну, вот сейчас её увеличивают там американцы, всех остальных. Ну, то есть вопрос состоит достаточно острый. Если вы хотите защититься, защитить свою демократию, защититься как НАТО, вам просто-напросто нужно вооружаться. Вам нужно восстанавливать военную промышленность. Вам нужно включать все механизмы холодной войны, да, по-жесткому, без вот этих обиняков. Закрываться от Москвы, полностью закрываться. А как вы хотите, если вы проходной двор для Москвы. Слушайте, из Советского Союза не ездили вот так вот, пелетонными, значит, народ, на машинах. Закрытая была страна. Понимаете? А сейчас, ну как, вы потенциального противника, который собирается с вами воевать, вы, у вас проходной двор, кто хочет, покупает, живёт, приезжает, уезжает. Так вы, конечно, как решето. Вам ни одной спецслужбы не хватит. Миллион не хватит, чтобы это всё контролировать. Закрываться надо. Закрываться. Ну, что вот? Ну, если потенциальная война, значит, закрыться, пока там что-то не изменится за забором. Если вы уж не можете изменить этот режим, вы change power, значит, не готовы, ну, тогда закрывайтесь от них. Ну, а я не вижу другого пути. Холодная война, она же ведь и потому окончилась, в том числе, успехом для Запада. Потому что он же, это был, ну, обоюдный забор. И те не выпускали. И эти, в общем, не были расположены как-то коммуницией. Тогда это была трёхсотмиллионная страна. Всё-таки Советский Союз-то был не чета нынешней России. Это за два раза больше. Слишком. Поэтому я думаю, что, конечно, наряду с чисто военными, запуском заводов, увеличением армии, подготовкой, вкладыванием денег, перекратить этот потребительский мир, а превратить его, конвертировать его в мир современный, технократический, такой, в котором воевать будут роботы, дроны, танки беспилотные, беспилотные самолёты. Вот технологии включить. Кто это будет делать? Рогозин, Шойгу? Нет, там в России никто ничего делать не будет. Это всё, они могут только украсть, да? Ну, они, может, что-то и украдут, но это в массовом производстве не сложится. А у Запада всё это есть. Вот, понимаете, проблема в том, что это есть. И они понимают, что надо, блин, вот тратить деньги бюджетные, всё собирать налогоплательщиков. А налогоплательщикам это, конечно, не нравится, потому что средства идут на непроизводственные, не потребительские интересы, там, не социальные интересы, а идут на войну, идут на армию. Ну, как бы, вот, какой доход это может принести? Да, там, военные производства получают доход. Но что делать? Что делать? Вы хотите вообще лишиться всего? Вообще говоря, выживают нации и выживают ареалы, которые всегда готовы к войне, понимаете? Это первенство, его всё время нужно поддерживать. Это не бывает благостного мира, как Павкуяма описывал в конец истории новый человек, да? Ну, не будет, последний человек, и не будет этого, понимаете? То есть, мир, вечная война. К сожалению, мы раз за разом это убеждаемся, но человек несовершенен, вот он такой. И поэтому вызов всё время этому Западу самодовольному всегда будут кидать. И если Запад не будет раз за разом мобилизоваться быстро, то его будут преследовать большие неудачи в этом смысле. Тем более, что вызов этот сейчас гораздо даже существеннее, чем Советского Союза, поскольку там навязывалась идеология, а здесь навязывается модель несвободы, потому что синистская цивилизация китайская, она же ведь в общем и в целом абсорбировала идеологию, она маоистская, чуть марксистская, но в принципе, как бы, рынок при наличии тоталитарной надстройки, в принципе, достаточно жизнеспособен, как выяснилось. То есть, возможность хозяйственной инициативы, она позволяет богатеть, а не беднеть. Ну, там есть своя специфика традиционная, что Китай, он очень сложный, всего полутора миллиардов и историй гражданских войн. Но, тем не менее, эта модель, она может рецептироваться на своих основаниях и в той же России, и в других местах, по-другому работать, не давая такого благополучия экономического, но всё равно работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дубровскому!